В пределах приграничной территории Джарахского района республики создано 6 добровольных народных дружин в количестве 62 человека. Добровольцы сельских поселений Изми, Ляжги, Шуани, Бишт, Таргим, Гули осуществляют деятельность в качестве внештатных сотрудников пограничного управления при подразделениях пограничной охраны. При этом стоит отметить, что по итогам привлечения граждан к защите государственной границы в 2021 году 14 членов добровольных дружин были поощрены наградами. Кроме того, для материального стимулирования граждан, участвующих в защите государственной границы, из бюджета Республики Ингушетия выделено 100 тысяч рублей. Поощрение шести дружинников проводилось главой администрации Джарахского района по ходатайству начальников подразделений пограничной охраны. Также на совещании были рассмотрены вопросы создания необходимых условий обеспечения безопасности Российской Федерации в пограничном пространстве в пределах субъекта, военно-патриотического воспитания молодежи, а также незаконной миграции. По итогам привлечения граждан к защите государственной границы в 2021 году правами начальника управления поощрены 14 членов добровольных народных дружин. Организованно осуществляется совместная работа Управления и подразделения Министерства внутренних дел России по Республике Ингушетия по вопросам противодействия незаконной миграции в пределах приграничной территории, в том числе в составе межветвестных мобильных труб, в рамках деятельности которых в отчетном периоде проведено свыше 2000 профилактических мероприятий, 182 совместных рейда по проверке соблюдения правил пребывания российских и иностранных граждан в пограничной зоне, а также 149 подборовых отходов. В рамках военно-патриотического воспитания молодежи Республики Ингушетия созданы и действуют 4 клуба юных друзей-пограничников, в которые входят 61 человек, с которыми проведено более 40 мероприятий. По мирам, которые предлагаются поддержать именно вот эти направления и добровольную народную дружину, и юных друзей-пограничников, и поощрения в виде стимулирования грамот. Дело хорошее, тем более в современных условиях нам надо это делать, внимание обращать, может быть, как-то обмен опытом и юнармия у нас с этими ребятами, кто там живет в этом районе. Действительно, вот это выражение, что границу охраняет весь советский народ, как и было, бдительность, самое главное, бдительность населения, оно уже заведомо население, кто живет там, они участники охраны границы.